Кому на Руси жить хорошо? Едва не поплатилась карьерой. Джодосен не предвидится. МТС тут есть. Я приветствую только продажу спиртного. Флористику. Нападение японцев на порт Артур. Только здесь нашли. Сын Матвиенки строил. Сидеть и квасить. Самих цветов на них нет. В большой комнате разобранный мотоцикл. Здравствуйте, дорогие телезрители. У нас очередной день в Питере. Мы еще два дня тут будем. У нас продолжение культурной программы. Вот, кстати, мы тут живем недалече. Это какой-то Некрасовский скверик. Память Некрасову невероятный. Сейчас мы едем в Питергоф. У нас продолжение наших похождений. Но мы решили пока попав предварительно не ходить ни в какие дворцы и картинные галереи. А то мы вчера чуть не остервенели в этом Эрмитаже. Проходя по парку Некрасова, в Питере я сразу вспоминаю, кому на Руси жить хорошо, лучше всех на Руси жить нам. Именно мы отправляемся по путешествию. Уважаемые телезрители, мы сейчас проходим мимо знакового объекта. Это БКЗ, так называемый Большой концертный зал в Питере. Знаменит этот концертный зал, прежде всего, скандалами. Здесь пострадал Захаров, певец, который недавно почил в озе. Здесь устроил кипиш, страшный кипиш. Пугачиха едва не поплатилась карьерой. Рядом находится чуть дальше отель, в котором они все останавливались. Ну и, конечно, квасили, устраивали тоже кипиш, дебоши. Тут на днях был какой-то концертный, концертная программа какая-то была, и из этого БКЗ выходила куча военных. Пока не ходили, потому что Джоделсен не предвидится, Пол Маккартный отказался, а этот наш любимый, который недавно Путин покусал, как его там, Гейтер наш любимый. Элтон Джон? Элтон Джон вообще отказался в Питер приезжать, так как родина Путина. Нет, я думаю. Ну, Баска, переулок мы еще обещаем, так сказать, осветить. Ночью, значит, нас, ну, не совсем дарызли, но комары, а дальше мы с утра их малек перебили, и сейчас идем по Лиговски, чтобы ехать, повторить знакомство с Петерков. Вот так вот, собственно, выглядит навигация в питерском метро. Вот станция Площадь Восстания, одна из центральных. Сейчас мы поедем по ней с ней на станцию Балтийская, на Балтийский вокзал, чтобы там сесть на электричку. Надо заметить, что по моим наблюдениям в Питерском метро народ менее угрюмый, чем в московском. К чему бы это? Мне кажется, что потому что тут больше интеллигенции живет, и вообще как-то тут не такие все наглые и задолбанные этой уродской московской жизнью, и поэтому все повеселее. Ну, кстати, Балтийский вокзал такой достаточно симпатичный, небольшой, компактненький. Все тут есть, МТС тут есть, и Теле2 тут есть. Сейчас поедем на электричке до станции Новый Петергоф. Там еще старый Петергоф, но вроде как Новый Петергоф ближе. Посмотрим, что Петр Первый понастроил в свое время. Я там был в Петергофе один раз, лет 20 назад, и уже ничего не помню, естественно. Так, ну вот сейчас мы на электричке, которая 12.00 с первого пути, Араненбаум, поедем в Петергоф. Кстати, вот это название, Араненбаум, оно очень интересно тем, что оно мне напоминает станцию Ораньебан, которая в Амсталфейне, это пригород Амстердама. Там много, кстати, русских живет в Амсталфейне. И так как Петр Первый был большим этим фанатом Амстердама и Голландии, у меня такое подозрение, что это оттуда пошло. Вообще, Ораньебан, станция оригинально называется, вот, которая в Амсталфейне, это переводится как «Оранжевая дорога», потому что там, наверно, какие-то тюльпаны вдоль дороги росли. Я вот такую теорию имею. Поэтому оно вот так вот называется и подозреваю, что это место оттуда и пошло здесь тоже. Но, это моя теория. Что ты думаешь по поводу торговли в пригородных электропоездах? Ну, я приветствую только продажу скриптного, стражащего, а остальное запретить немедленно. Мам, какое твое мнение по поводу торговли в электропоездах? Мне в электропоездах нравится, между прочим, когда профессиональные медиканты подрабатывают и очень нехило играют. Вот кто-то садится на автобус, а кто-то, вот, я полагаю, на вот такое хреновине ездит прямо до Петергофа, что удобно, связь времен. Иду в новых брючках. Современная модель. Сегодня похода сногсшибательная и потрясающая. Такой зелени свежей можно увидеть только в апреле, конце апреля, начале мая. Так здесь легко ходить целыми днями по этим стежкам, дорожкам. Не устаешь, потому что не печет солнце, а зелень освежает воздух. Направляемся к Петергофскому дворцу, и мысль у меня одна, никак не покидает. Когда я вообще аналогичные дворцы и парки посещаю, как хорошо все это находится геометрально противоположно от китайцев. Вот по дороге в Петергоф можно встретить такую прекрасную флористику и умелые ручки и ножки. Вот и МРТ можно сделать по дороге в Петергоф. все возможные виды услуг. Вот такой вот уебищный ДК тут также имеется. Можно сходить в церкву, потом культурные мероприятия провести в ДК, но и потом уже все-таки сразу в Петергоф. в Петергоф. в Петергоф. в Петергоф. в Петергоф. в Петергоф. дворец большой сад какой-то фонтан торжественный пуск этих фонтанов он был 8 утра естественно нахрен он нам сдался. Родина моя родина хожу я по ней брожу красота невероятная. Ой дали сколько желающих попасть в Петергоф. Как обычно в кассах толчая куча народа там вот можно сразу покушать всякий фрукт прикупить очень все удобно там он сразу вход и вот сейчас мы будем покупать билеты как обычно в это в терминалах без льгот только можно купить мне всегда интересно было вот какой смысл вот фоткаться с этими вот обмутками ряжеными вот в чем прикол вах 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 ну вообще друзья мои мы продолжаем наши путешествие по Санкт-Петербургу бывшему Ленинграду будущему неизвестно как будет называться маленькая рекламная пауза исключительно для поддать я настоятельно рекомендую приобрести в проезжем населенном пункте Стрельно вот данный вот напиток который мы всегда с друзьями ищем к сожалению не находим в средней полосе только здесь нашли сразу показываю обратная сторона именно с перчиком 40 оборотов удар гарантируется рыбакоп блять Лыбянка не видит Петровка не слышит а я расскажу Финский залив такой большой там вот вдали виден этот лисий остров там какой-то небоскреб забабахали и наверное этот сын Матвиенко строил вот люди отдыхают культурно да? да но большинство у них загранпаспорта в кармане это домик а-ля моего друга Сергея Юрьевича Матвеева ну это конечно домик Петра но Сергей Юрьевич мечтал иметь такой домик потому что он говорил господи вся моя жизнь посвящена одному поискам того пристанища между двумя станциями железнодорожными где бы не было ни окон ни дверей и можно было бы без доступа посторонних людей сидеть и квасить представляю Петруша тоже уединялся здесь как ему было хорошо со своими дружками молодец да нет замечательно изумительно восхитительно со всех сторон перекрыто единственная артерия тропа вот тут тропа хошемина перекрыли ее и квасить можно до утра вот-вот правильно говорят не ну как говорил и Полит Матвеевич в 12 стульях однако особенно вот газировочка хорошо стоит вот например у меня приятель Михаил Федорович Фряхин как его квартира на первом этаже в центре мы заходим в большой комнате разобранный мотоцикл на кухне бар для варки самогона вот это люди жена кандидат наук читает так называемую тогда она называла общественная отдушина литературная газета курит беломор канал и среди этих листьев кувшинок значит сигают здесь чайки и уточки которых подкармливают гости северной столицы но самое интересное вот здесь как раз вот эти лежащие на поверхности листья это не водоросли это лист кувшинок самих цветов на них нет когда я посещаю такие знаковые места в жизни как Петербург Зимний дворец Геринский дворец Пустын или Лицей и многие другие исторические и культурные места я вспоминаю всегда своих лучших друзей сейчас сейчас пришли мои друзья Анатолий Иванович Мазурин Евгений 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 у обоих почти там 60-летний стаж работает ему по 80 вот сейчас я вспоминаю историю одну интересную связанную с ними когда Анатолий Иванович захворал у него стали болеть коленки доктор назначил ему конечно уколы сын покупает ампулы делает уколы когда он накрыл в очередной раз у них всегда был непристойный прием они любили выпить вот сын Сергей заразмущался сказал что же вы делаете Евгений по вашему рецепту назначили уколы а ноги стали еще больше распухать это не совместимо уколы и ваше пьянство доктор поднял глаза к небу Философский задумался и сказал да придется отменять уколы а срам то весь прикрыть решили а чей там такой худрявый кстати прям как этот как его как варламов вот это да вот это попал вот это даже не рассчитывал клетчатый пол такой модный можно в бесконечные шахматы играть на нем замечательно красота невероятная нахуй на такой здоровенный рюкзак купил себе впечатление от Петергофа мир привык менять одежду что не день уже в другой так что нет различий между господином и слугой не вы